В этом видео хотелось поговорить на тему школьных проголов, а также дать вам парочку лайфхаков, как же это сделать. Недавно я зависал с другом в KFC, и общая цена за кучу еды на двоих вышла около 1000 рублей. Друг уже такой лезет за карты, но я ему говорю, слушай, ты неправильно закупаешься. Я подошел, ввел парочку купонов, и общая цена уже за всю ту же еду теперь была 150 рублей. Дешевле практически в 4 раза. Его это очень сильно удивило, и он спросил у меня, а чё это за такие купоны? Рассказываю и вам. В KFC, Бургер Кинге, Макдональдсе и подобных фастфуд-ресторанов очень есть много купонов для сотрудников, которые позволяют им питаться гораздо дешевле. Но как найти такие купоны, если их нет в открытом доступе? В телеграм-канале «Слив халявы», ссылка на который будет в описании, сотрудники фастфудов сами сливают эти секретные купоны абсолютно бесплатно. Канал даже пытались заблокировать за разглашение секретной информации. Ссылку на этот телеграм-канал я оставлю в описании. Пользуйтесь халявой и не переплачивайте за то, что можно купить намного дешевле. Я сам по себе терпеть всегда не мог в школу, хоть и при этом я сейчас невероятно скучаю по школе. Для когда на самом-то деле я учился в школе, а на самом-то деле вообще не хотел оттуда уходить, я при этом ее любил и при этом ненавидел. Ты минимум, как не крутить 9 лет, должен отсидеть в этом месте. Когда же настает момент расставаться с этим местом? Кто-то этому очень рад, кто-то очень грустит из-за этого, как, к примеру, я. Когда же ты вырастаешь, идешь дальше по карьерной лестнице, поступая там в институты или какие-то техникумы, к тебе же и приходит осознание, как же было хорошо в школе. В институтах и техникумах на тебя, в принципе, всем плевать, особенно после первого курса. Еще на первом курсе, может, с тобой будут как-то возиться, сюсюкаться, если, конечно, будет в этом необходимость. Но уже на следующих курсах это все прекрасно закончится и будет намного все хуже. В любом случае, такого обращения к вам, как в школе, точно уже не будет. Ну, потому что ты там уже как бы взрослый, со мной даже на вырос, говорят некоторые преподаватели в техникуме. В школе же мы все такие маленькие дети, которые могут творить, по сути, все, что захотят. И если что, это не какие-то там призывы и чего-то там замышлять ужасного не нужно. Это лишь в целях ознакомления. Если вы что-то серьезное творите в школе, что будет, допустим, нарушать законодательство страны, тогда и спрашивать с вас будут соответственно. Либо с ваших родителей, либо если вам есть 14 лет, решат, что с вами делать. И, соответственно, надевать ведро на голову учителю, как сделал этот тип, не нужно. Учителя тоже, люди, у них есть чувства. Веду это к тому, что нужно просто вспомнить тему этого видео. А если в школе такое отношение к детям, что что бы ты там ни сделал, тебе за это ничего не будет, уж поверьте мне, какой пустяк прогуливать школу. Я уж молчу, что можно в большинстве случаев прогуливать и даже вообще об этом не задумываться. Но тут, конечно, зависит от ваших отношений с родителями, вашим классным руководителем, а также другими учителями. Которые порой могут сами позвонить вашим родителям, если вы вдруг решите съебать там срок математики. Но в целом, школьные прогулы лично на моем области обычно игнорировались. Я, конечно, никогда не прогуливал все уроки, но я был большим любителем не пойти на последние два урока. Ну или же либо там отсидеть половину и пойти уже гулять. Все же, как я считаю, что лучше если и прогуливать, то лучше прогуливать сразу весь день. Ну потому что если вы там прогуливаете последний урок, возможно, вы там не сделали домашнее задание по литературе и решаете на нее просто не пойти. Ну либо же там классная погода на улице и просто решили не ходить. Таким образом, вы все равно были на других уроках и, допустим, хотите прогулять только один урок, а потом уже идти на остальные, либо же вообще не идти. Ну короче, так больше шансов, что на вас кто-нибудь доложит и о вашем прогуле как минимум узнает ваш классный руководитель. Ну потому что на каких-то уроках вы были, значит веских причин, скорее всего, нет, а тут вы решаете не идти на урок литературы. Ну хотя на моем опыте, когда на меня докладывали, в большинстве таких случаев мне вообще ничего не делали. Повторюсь, если это даже доходило до классного руководителя. Но тут дело в том, скорее, что у меня была такая классная руководительница. И она классная просто во всех смыслах. У меня были с ней очень хорошие взаимоотношения, и именно поэтому она могла не докладывать о моих проделках в школе моим родителям. Ну хотя если я уж совсем наглял там с пацанами, она могла и позвонить. Но уже в старших классах нам, если честно, как-то уже было на это похуй, если это даже доходило до наших родителей. Именно поэтому, если появляется острая необходимость прогулять, лучше прогуливать весь день. Но если она появляется уже тогда, когда вы были уже на каких-то уроках, то лучше не поленитесь и придумайте какую-то отмазку. У меня заболела голова, плохо себя чувствую, живот заболел. Сходите к школьному врачу. Если уж вас так не отпускает, то позвоните вашим родителям и все расскажите. Я уж уверен точно, что в большинстве случаев с кем-то допрокатят. Уж с вашими родителями-то я уж думаю точно, которые могут вас понять. Но если вдруг такие методы не прокатывают вам в целом, как-то все равно, если вдруг даже доложат до вашей мамки, то должны были быть слова в стиле, зачем тогда вы смотрите этот видеоролик, но я их вырезал по случайности. Ну хотя ладно, все равно посмотрите видосы, я думаю, для вас будет интересным. Ну а во всех остальных случаях, конечно же, лучше, если прогуливать, то иметь отмазку. На самом-то деле, это сделать несложно, как кажется. Просто если вдуматься, а также следовать способам, то обязательно как-нибудь, да и получится добиться желаемого. И, конечно, я все равно все-таки уверен, что самый лучший способ прогулять, это ваши родители. Но это же ведь люди, которые с вами на протяжении всей вашей жизни, наверное. Ну уж тут просто максимально, просто договориться. Хоть и может показаться, что это будет сложно, как я вообще о такой маме скажу, типа как я ей скажу, что я вот хочу школу прогулять. Опять же, начиная с самого простого метода. Ну скажите родителям, что вы просто не хотите идти в школу. Расскажите, как вы там устали, вам хочется отдохнуть. Если вы там учитесь по субботам и счастливый день прогула именно суббота, можете аргументировать, что как вам точно учиться по субботам, ведь даже ваши родители, скорее всего, не работают по субботам. Ну лично у меня так. Я думаю, что таким методом ваши мама и папа точно войдут в ваше положение. И отнесутся, конечно же, с пониманием, что вы еще дети, которые могут сильно уставать. Да и также вы можете в ход пустить другие дедовские методы. Ой, у меня болит голова, плохо себя чувствую, болит живот. Ну все сразу же, конечно, называть не надо, потому что ваши родители за вас тоже переживают, да и выглядит это может не очень правдоподобно. Ну и самое плохое, конечно, что может случиться, если ваши родители вдруг захотят обратиться к врачу. Но это, скорее всего, вряд ли. Лучше просто скажите, что вам нехорошо и у вас болит голова. Ваши родители вас, скорее всего, поймут. Ну не сходите, вы там один раз в школу, ничего с вашей успеваемостью не случится. Но это, конечно, так же далеко не все. Я думаю, что вы слышали про всякие способы, как повысить температуру вашего тела. Но я очень сомневаюсь, что ваша мама будет вас контролировать, когда вы будете мерить температуру вашего тела. Можно будет градусник об что-то потереть, чтобы таким образом температура поднялась, но она как бы должна подняться. Опустить градусник по теплой воду и нагреть градусник до температуры выше нормы, самое главное тут не перестараться. Думаю, что температура 37-38 будет самой то, выше точно не надо. И перед этим, конечно, не забывайте делать больной вид, скажите, что вам как-то нехорошо, у вас заболела голова, и таким образом, я думаю, скорее всего, точно вам будет обеспечен выходной день. Ну и, конечно же, таким методами злоупотреблять не стоит, постоянно притворяться больным тоже наведет определенных подозрений. И также не нужно забывать, что ваши родители тоже могут переживать за вас. Именно поэтому, если вам хочется не пойти в школу, но и при этом вы просто хотите немного отдохнуть и злоупотреблять этим методом, вы точно не собираетесь, тогда вполне подобные методы с градусниками можно применять. Если вы, конечно, при этом точно уверены, что ваши родители без температуры вам не разрешат посидеть один день дома. Ну, если вы там просто скажете, что вам нехорошо, и у вас там болит голова. Ну, хотя, я думаю, в большинстве случаев все равно прокатит, и родители вас поймут. Самое главное, не злоупотреблять этим. Но если вы планируете посидеть дома больше одного дня, либо же планируете просто делать это, когда вам это захочется, ну, а, как правило, хочется всегда, но я думаю, что вы все равно понимаете, что прогуливать слишком много тоже не стоит. Если, конечно, в школе особенно относятся к этому строго. Я мог часа прогуливать школу, вернее, прогуливал не все уроки, просто потому что у меня были определенные нюансы, которые мне создавали определенные преграды. Просто потому, что у меня была постоянно мамка дома, но как-то находиться на улице, пока там не закончатся все уроки, не камильфо. Просто потому, что у меня есть еще и другая проблема. Почему я маме не мог сказать, что нас типа раньше отпустили? Со мной училась в одном классе моя сестра. Если бы я пришел намного раньше, чем сестра из школы домой, ну это было бы, мягко говоря, очень подозрительно. Именно поэтому приходилось гулять на улице. Ну хотя это в любом случае лучше, чем там сидеть, блин, на уроках. В принципе, те, кто не боится славителю или от мамы, лично я этого не боялся, а также на меня редко докладывал мой классный руководитель. Если вам в принципе такой метод подходит, то и взять можно, но все-таки лишь в моем случае, я еще раз повторюсь, что на меня редко докладывали, да и в целом как-то было все равно. Но лишь и все равно, как считаю я, что лучше прогуливать школу редко. Ну можно там спокойнее пойти в школу несколько раз в месяц, но прогуливать там немного последние уроки. Если опять же найдете для себя оптимальное решение. Ну хотя еще многое зависит от учителя, ведь бывают такие предметы, где в целом пофигу на прогулы. В любом случае, школа это ваше будущее, хоть и незначительные прогулы школы вообще скорее всего никак не повлияют, если вообще как-то повлияют, Но лучше прогуливать школу в пределах, скажем, такой нормы Ну, которой так-то нет, короче, чтобы не наглеть Да и в школе, на самом-то деле, достаточно весело Лично я никогда не прогуливал все уроки Просто уходил обычно с последних двух уроков, скажем так Ну, если в школе как-то было совсем скучно И сидеть было совсем в лом на последних двух уроках, скажем так Да и то я прогуливал школу всегда совместно с кем-то А, как правило, было несколько человек Шли мы куда-то обычным гулять Либо если мы там прогуливали какой-нибудь урок второй-третий И были планы идти на следующие В таком случае мы просто шрадились по школе могли иногда на глаза директору попасться, именно поэтому всегда старались идти просто гулять, чтобы не было таких моментов. А уж прогуливать школу в компании это совсем другое дело. Думаю, что вы в целом тоже хорошо общаетесь с вами одноклассниками, не смогу поверить, что у вас мало чего происходит интересного в школе. Именно поэтому прогуливайте школу спокойно, ничего в этом такого нет. Но, конечно, злоупотреблять этим тоже не стоит. Конечно, особенно в том случае, если оно принесет проблем. Но когда уже есть такая возможность, решайте вам. Жизнь ваша. Лучше я все равно думаю закончить школу нормально, чтобы просто в будущем не было проблем с поступлением в какую-нибудь шарагу. Всем желаю удачных прогулов. На этом у меня все. Сами знаете, на какие кнопочки нажимать. Захотите что-то написать в комментариях. Знаете, где они находятся. Всем пока.